мы строим дома с 2015 года дома в основном каменные стоимость квартиры на сегодняшний день очень сильно выросла и выгодно просто продать однокомнатную квартиру добавить 2 миллиона например в ипотеку и построить частный дом на своем собственном земельном участке обычно сам большой спрос это дома с площадью 100 квадратных метров плюс-минус около 20 квадратных метров это оптимально по стоимости но и оптимально по жилой площади которая получается внутри заказчики всегда советуются при выборе материалов и конечно мы всегда разговариваем про каждый отдельный материал в том числе и про кирпич и про кровельное покрытие особенность юга в том что здесь кровельное покрытие если это металлочерпица нагревается до 90 градусов из-за этого металла внутрь отдает тепло часто говорят давайте сделаем теплоизоляцию но теплоизоляция не спасает от теплового излучения которое создает металл поэтому кровельное покрытие из гибкой черепицы наиболее оптимально я считаю особенно если это мансардный дом сейчас мы находимся в коттеджном поселке альпийская деревня здесь мы построили дом нашему заказчику и на кровле лежит гибкая черепица шинлос очевидное преимущество это то что кровля не нагревается и соответственно внутрь не передается тепло с точки зрения монтажа мне как строителю намного интереснее на гибкая черепица потому что срок гарантии на нее намного больше потому что она создает единый монолитный ковер потому что там нет дополнительных соединений в виде саморезов в виде резинок которые могут со временем протекать высыхать и вот с этой точки зрения считаю что гибкая черепица наиболее оптимальный вариант однослойная либо двухслойная либо даже трехслойная черепица это зависит в первую очередь от бюджета который готов потратить заказчик если заказчик хочет именно двухслойную пожалуйста нет вопросов если однослойная у него ограничен бюджет то значит мы делаем именно такое необходимо в первую очередь обратить внимание на практичность то есть если мы говорим про скатную кровлю то это гибкая черепица еще раз потому что просто она не нагревается не придает тепло внутрь вторую очередь это красота ну и 3 это бюджет конечно тоже всегда можно подумать об этом потому что с точки зрения дальнейшей эксплуатации ремонтопригодности гибкая черепица на более долговечный материал по сравнению с той же самым металлочерепицы идеальная кровля так которая не протекает в долгом промежутке времени и чем надежнее материал тем однозначно лучше для конечного потребителя когда приходит к нам клиент всегда говорим о том что необходимо делать именно гибкую черепицу потому что вот это тепловое излучение на юге она вот прямо отрицательно воздействует на второй этаж либо мансардный этаж именно поэтому в нашем регионе рекомендую использовать гибкую черепицу шин глаз